Дорогие друзья, всем добрый день! Рада приветствовать вас на серии наших прямых эфиров, которые проходят по вторникам и называются «Истории Ноланды». В этих прямых эфирах я рассказываю о людях, которые приняли нестандартные решения в нестандартных ситуациях, о людях, которые выбрали не соглашаться на меньшее, о людях, которые имеют достаточную смелость и дерзость для того, чтобы следовать своей мечте. И сегодня история Ноланды называется «Счастье не в деньгах». И это удивительная и поражающая своим наполнением история, которая, я думаю, понравится многим из вас. Очень часто мы с вами в «Историях Ноланды» говорим о простых людях, которые добились больших успехов. И сегодня, в этот вторник, мы будем говорить не о простых людях, я бы сказала даже о очень непростом человеке. И историю, которую я сегодня прочитаю, подарил мне один человек. И я продолжаю эту щедрость, хочу поделиться ею с вами. И, вы знаете, вчера у нас был разговор по реконструкции Ноланды с моей коллегой. И оказалось, что для того, чтобы просто нарисовать проект конференц-зала, я уже даже еще не говорю о том, чтобы построить его, чтобы нарисовать вот эту всю разводку, канализацию и прочие вещи, нужно около 20 тысяч долларов. Просто за схему. И я не знаю, в какой момент в нашей стране бумажки стали стоить так дорого, но вчера я была в таком состоянии, конечно, задумчивым. И я поняла, что очень нужны деньги, и нужно прямо изобретать способы их создания, если ты хочешь делать хорошие дела. Итак, история сегодняшней Ноланды Сторис. Не в деньгах счастья. Основатель SEO компании Amazon Джефф Безос объявил об уходе со своего поста, не из компании. Он остается исполнительным председателем Совета директоров. И, собственно говоря, вопрос, как сын 17-летней школьницы стал богатым человеком мира, и почему он уходит из компании, когда за его спиной миллиарды. Поставьте в чат три плюса, кто готов, кто настроен, кто готов услышать сегодня что-то для себя важное. В 2017 году, вскоре после того, как Джефф Безос был объявлен самым богатым человеком в мире по версии Forbes, произошла история, которую двумя годами позже описал журнал «Нью-Йорк». Билл Гейтс, бывший до этого самым богатым человеком в мире, позвонил лично помощнику Безоса, чтобы пригласить того на обед, и поинтересовался, свободен ли один номер со вторника или в среду. Помощник сообщил Безосу о приглашении и о выборе между вторником и средой. Безос ответил «Скажите в четверг». Скорее всего, Гейтс даже не заметил этого маленького проявления личного тщеславия. Однако это было грубым нарушением 14 принципов лидерства, которые в Амазон находятся повсюду. Они написаны на стенах, висят в туалетах, они напечатаны на карточках руководителей, среди них призывы быть самокритичными, никогда не говорить «это не входит в мои обязанности», со смирением анализировать свои самые твердые убеждения, стремиться к совершенству, даже если окружающим кажется, что стандарты неразумно высоки. Можно ли считать, что в этом случае Безос уже тогда изменил своим принципам, и у него началось иглоукружение от успеха? Главное ввязаться в драку. Правила бизнеса Джеффа Безоса. Лучший ученик. Джеффри Престон Джоргес родился в штате Нью-Мексико в 1964 году. Его мама была 17-летней школьницей, отцу было 19. Через год его мама развелась с отцом, а еще через несколько лет вышла замуж за Мигеля Безоса, кубинского иммигранта, который работал инженером в нефтяной компании. Еще в юности Джеффа начала интересовать техника, компьютеры, предпринимательство. В трехлетнем возрасте он сумел отверткой развинтить свою детскую кроватку, так как ему хотелось, чтобы она была похожа на взрослую. Свой первый опыт с компьютером он описал в интервью в 2001 году. Он говорит, что в Хьюстоне была компания, которая предоставляла свободное время на своих больших компьютерах местной начальной школе. Ни учителя, ни вообще никто в школе не знал, как общаться с компьютерами, но в наличии была целая стопка руководств. И вот я ищу несколько ребят, оставались после уроков и учились программировать по огромным толстым книгам. Обратите внимание, когда нам наши учителя говорят, а прочитайте кого вот эту книгу, обратите кого внимание вот на это. Мы говорим, да, 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 но, может быть, мы купим эту книгу, положим ее на свою большую полку. Вы же нормальные люди, у вас же купленные, непрочитанные книги стоят, да? И вот так они у нас стоят даже в взрослом возрасте. А у Джева Безоса в школе он по таким толмотам разбирался, как компьютерами управлять. Самому богатому человеку мира, которым стал Безос, предрекли и долгое существование. Также в школе, в школьные годы Безос приобрел первый опыт предпринимательства. Он организовал у себя дома летний лагерь с уклоном в науку и литературу. И в него записалось пятеро школьников, заплатившие каждый по 150 долларов. Это был первый заработок. Потом он подрабатывал в Макдональдс. Это не помешало ему закончить школу лучшим учеником в классе. В выступлении на школьном выпускном вечере он говорил о своей мечте – дать человечеству возможность колонизировать космос, чтобы превратить Землю в огромный национальный парк. Возможно, это было бы чем-то похожим на юношескую мечту. В 1986 году Безос с отличием закончил Пристонский университет. У меня на тот момент было три года, кстати. По двум специальностям – инженер-электрик и специалист по вычислительной технике. Однако инженером он не стал. Скорее, он поступил на работу в один из фондов. Работая в фонде, он наткнулся на статистику, которая его поразила. Он узнал, что интернет растет на 2300% в год. И эта цифра оказалась для него магической. Безос увидел в интернете невероятные возможности. Это такое технологическое цунами, которое уже накатывалось на экономику. В июне 1994 года Безос ушел со стабильной и надежной работы на Олд-стрит, чтобы воплотить мечту – создать один из первых онлайновых книжных магазинов. Первыми инвесторами были его родители. Обратите внимание, друзья, он бросает стабильную работу для того, чтобы, сейчас хочется выругаться, повернуться в сторону своей мечты. Слабо? Он рассчитывал на компанию, не на бизнес-идеи. Он верил в своего сына, говорит его отец. Родители дали ему 300 тысяч долларов своих сбережений. С ними безо своего жена Маккензи направились в Сиэтл, штат Вашингтон. Он начал бизнес и рассказывал в 1999 году. «Я нашел дом, в котором можно было бы разносить бизнес, потому что там был гараж. Есть масса историй про то, как компании начинали стартовать в гаражах. Правда, меня беспокоило, что я не вполне следую традиции. Это был гараж, который уже был переделан под что-то другое. Но меня успокаивало то, что он не был утеплен. В общем, это точно не было роскошным офисом». И 16 июля 1995 года компания Amazon открывает свои виртуальные двери первым покупателям. У новой компании вообще не было рекламного бюджета. Первые продажи генерировались исключительно благодаря тому, что покупатели рассказывали о ней друг другу. Сайт дорабатывали уже в рабочем порядке. Обратите внимание, они ничего не ждали, не вылизывали до идеального. Они работали с тем, что есть. Любой успешный бизнес, любое успешное партнерство, любое успешное отношение – все строится на том, что мы берем в работу, что есть. И не ждем идеальных условий. Однако уже за первый месяц на сайте Амазона побывали и купили книги посетители из всех 50 штатов, а также из 45 стран. С самого начала главной стратегии и цели Босса его мантрой было максимально быстро вырасти в большую компанию. Все должно двигаться быстро, как на стероидах. Обратите внимание, у него было убеждение и сильное желание, чтобы все развивалось быстро. И если вы думаете, что в вашей жизни все будет медленно, то все будет медленно. И если у вас настрой, что все будет быстро, все будет быстро. Через три года после основания компания вышла на IPO. Цена размещения составляла 18 долларов за акцию. Амазон рос с огромным, огромным процессом. Амазон выходил из берегов. Джефф Безос создал компанию стоимостью в 1 триллиард долларов. Но уже тогда Безос и Команда задумывались не только о росте продаж, а о чем-то совершенно новом. Товаром становилась сама информация о потребителях, причем более ценным, чем что-либо еще была именно она. И один из бывших руководителей Амазона сказал, кажется, что Амазон торгует товарами, но на самом деле это информационная компания. Любое взаимодействие с клиентом – это еще одна возможность для сбора денег. В 90-х годах Амазон пережил первый кризис. И команда справилась, никто не развалился. Возможно, именно кризис ускорил возревание тех инноваторских идей, которые привели Амазон к еще большему развитию. Обратите внимание, кризис привел компанию к еще большему развитию. Амазон продолжает меняться. В 2002 году Безос объявила о радикальной перестройке структуры управления. Теперь основные управляющие подразделения должны были состоять из небольших команд. То есть он все время инновацирует, он все время что-то изобретает, он все время что-то меняет. Амазон выходит за рамки потребительских товаров, вторгается в рынок онлайн-видео. И сейчас вы слушаете всю историю, думаете, ну, капец, слушайте, он каждый год просто растет, и инновации какие-то вводят, что-то изобретает. Ну, как бы, что не так? В 2014 году появилась Alexa. Alexa, это электронный головопомощник, по-думу, соединенный с Амазон. Однако опасения, которые говорили, что компания не может развиваться с такой скоростью, были ложными. И Безос стал смотреть в сторону власти. У Безоса возникли вопросы с компанией Facebook относительно использования данных о клиентах. И он весьма долго прояснял с руководством Facebook, как можно решить этот вопрос. Безос весьма ответственно подходил к владению всеми своими активами и старался быть включенным во все процессы, где были его инвестиции. То есть он ничего не оставлял просто так. Не менее бессрочным, серьезным и долгосрочным стал космический проект Безоса Blue Origin. В отличие, например, от SpaceX, Луна Маска, на счету Origin нет громких успехов, связанных с доставкой космонавтов на орбиту, хотя его космический корабль совершил уже более десяти полетов. Главная идея Безоса — помочь создать будущее, где миллионы людей будут жить и работать в космосе на благо Земли. Для этого нужен корабль многоразового использования. Вот представьте себе, вот все эти победы, ну для нас такие громогласные на Земле, на самом деле ради воплощения мечты одного взрослого мальчика. И я очень понимаю эту историю, потому что часто люди смотрят, например, на меня и говорят, «Лена, как вы все успеваете?» А я всегда говорю, что «Вы же не знаете, какие мои мечты?» «Вы же не знаете, что…» «Может, у меня тоже в планах колонизировать космос, арт-терапии?» «Вы же не знаете?» Поэтому то, что людям кажется как «вау», то, что людям кажется как «супер-пупер» там что-то, для того, кто это делает, ну часто это обыденные вещи. Довольно жесткий и не всегда приятный стиль общения с подчиненными был у Безоса часто. Он был не сдержан и жесток в своей речи, но все это помогало ему держать фокус на своей мечте, хотя многие его сотрудники хотели бы, чтобы он был немного мягче. «Все мы сделали безумные вещи, чтобы потом сделать их обычными», сказал Джер Безос, когда уходил с поста генерального директора Амазона. Человек, который заработал триллионы и триллиарды, уходит для того, чтобы совершить свою мечту и осуществить свой первый полет в космос. Состояние — 113 миллиардов. Источник состояния — Амазон. Возраст на сейчас — 56 лет. И в этом возрасте, учитывая то, как Джефф Безос шел к своим мечтам, можно предположить, что скоро мы с вами увидим его фотографии из космоса. Но очевидно, что не надо задавлять вопросы, делает ли он пробежку по утрам и питается ли он здоровой едой. Тратит ли он свои нервы на то, чтобы ссориться со своими близкими и выяснять какие-то отношения с прошлым. Очевидно, что нет. Но тогда возникает вопрос, что он делает, откуда он берет энергию вообще, что его нравится. Я оставляю это на ваше размышление. Помните о том, что наличие мечты способно поднять мертвого вообще со смертельного ложа. Поэтому подумайте о том, какая ваша большая мечта. И будьте дерзкими, не не става дерзкими. Потому что, если вы не идете к своим целям, то вы всегда станете средством для достижения цели других людей. И это справедливо. Поэтому будьте наполнены, будьте вдохновлены и пусть любовь двигает ваши мечты. С вами была Элена Тарарина. До встречи завтра в 9 на Мудром Коучинге. Поговорим о секретах денег, как всегда. Обнимаю крепко. Ссылки на ваши пожертвования в Ноланде, если вы хотите быть причастны, благодаря этим эфирам, к большому делу, к огромной мечте, огромного количества людей. Ноланда для нас это как полет в космос для Безоса. Ноланда — это мой космос. Обнимаю вас. Пока. До завтра. Хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...